Приветствую вас! Вы пишите, как найти себя в жизни и удивительно, возможно, покажется вам то, что я скажу, или, наверное, может быть, может быть, может быть, это будет для вас чем-то парадоксальным, но, чтобы найти себя в жизни, нужно, как это ни странно, перестать, перестать, искать себя в жизни. Ну, точнее, перестать требоваться от себя, найти себя в жизни, потому что искать для себя в жизни не перестанется в любом случае, потому что человек это такое существо, которое, ну, как бы, не перестает искать себя в жизни. В любом случае, но, когда, когда вы требуете этого от себя, как это вы делаете сейчас, сейчас, ну, вот, как правило, хорошего, ничего из этого не происходит. Вот, поэтому, первое, что вам нужно, это задаться вопросом. А вот, когда у меня возникает такая, возникает такая мысль, что вот, ну, что я себя не нашла, там, и так далее, это мысль, это мысль, это мысль, как я ее чувствую, как я ее ощущаю, потому что мне кажется, вот, мне кажется, что у вас здесь есть такая директивная, мне кажется, позиция по отношению к себе, да, позиция, когда, повторюсь, вы требуете от себя чего-то, вот. Я, вот, не думаю, я не думаю, что требовать от себя чего-то, хорошая идея, ну, именно, требовать. То есть, вы можете делать это, потому что вам хочется, вы можете искать себя, сколь угодно, если вам это нужно, если вы в этом нуждаетесь, если вы этого хотите, если вы хотите чем-то заниматься. Ну, мне кажется, мне кажется, лично, что вы себя, вот, ну, в какой-то степени просто замучили тем, что требуете, требуете, ну, от себя реализации, вот. При том, что вам это, ну, может быть, не финна-то и нужно. Поэтому, как это не парадоксально звучит, да, вот, я бы вам, значит, рекомендовал бы перестать от себя что-либо требовать, вот, я бы рекомендовал вам, наоборот, вот, себя отпустить, если угодно, вот, позволить себе, ну, например, признать, признаться. В том, что, возможно, вы ничего не достигнете, возможно, вы ничего не добьетесь, и это, ну, как бы, реальность. Та реальность, вот, в которой, в которой вы вполне можете находиться. Та реальность, в которой вы вполне можете быть, вот, и, условно говоря, в этой реальности нет ничего противоестественного, вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, опять же, да, в этой реальности ничего нет такого аномального. Можете добиться, можете нет. А мне кажется, что проблема, как раз, вот, и заключается в том, что вы пытаетесь, а, у вас что бы то не стало отвода обидца, вот, и у вас, а, конечно, у вас не получается, вот. А, ну, там, в силу ряда причин, вот, и вы из-за этого страдаете, переживаете, еще больше от себя требуете, значит, ну, чего-то добиться. Еще больше от себя требуете чего-то, что, ну, еще больше от себя требуете чего-то, и, в итоге, совершенно зажимают. Вот, мне так, по крайней мере, это видит. Соответственно, соответственно, мне кажется, вы постоянно напряжены, вот, если я опрашиваю, вы действительно постоянно напряжены, ну, вот, на постоянной основе напряжены, вот, то вам нужно, конечно, расслабиться, вам нужно, конечно, расслабление. Вот, а без расслабления вы, ну, не сможете себя чувствовать, вы не сможете себя ощущать, вот, и вы не можете двигаться таким образом вперед, дальше. Вот, поэтому, такая вот история, вот. Что касается, особенно различия, ко всему, то это очень сильно напоминает защитную реакцию. От раздражающего, например, или неприятного какого-то фактора, элемента в вашей жизни. Вот, поэтому, тут, мне кажется, нужно иметь это в виду, вот, в любом случае. Вот. Конечно, у вас может быть и проблема физиологического такого истощения. может быть, может быть, у вас есть проблема физиологического истощения, вот, ну, это нужно исследовать, то есть так вот. Сказать, что оно у вас присутствует, я бы не рискнул. А в целом, какого-то универсального способа найти свой путь не существует, указывал. Это своё, и у вас это тоже своё. Поэтому, ну, если вы хотите этот путь пройти, то вам нужно настроиться на определённую работу, вот, и не торопясь, не торопясь себя исследовать, вот, себя познавать. Это довольно-таки такой интересный процесс. То есть, не, это, мне кажется, важно достаточно уточнение, чтобы не искать что-то во вне. А именно смотреть на себя и себе уже смотреть, искать некоторые, ну, давайте скажем так, ресурс, ресурс, да, будем искать. Вот такой примерно ответ я хотел бы вам дать с точки зрения психологии и психотерапии. Я, конечно, хотел бы задать вам вопрос некоторый, вот, знаете, чисто из любопытства. Вот, вы когда спрашиваете, эм, как, эм, найти себя. Да, вы, эм, ну, серьезно, вы правда думаете, эм, что есть какой-то, эм, уникальный эм, эм, способ? Вот. Или как? Или как? Понимаете? То есть, вот, эм, такая вот история. Такой вот момент, момент. Поэтому, эм, я хотел бы услышать ваш ответ. То есть, вы думаете, что, что вы эм, настолько неуникальны, вот, вы думаете, что вы настолько неуникальны, что есть какой-то готовый эм, готовый эм. Ну, готовое решение и так далее. Или как, как это у вас, эм, вот, происходит. Вот. На мой взгляд, это довольно-таки интересный момент. Вот, ага. Ну, там, эм, всё. Вот. Я надеюсь, что он помог вам, эм, надеюсь, вам это было полезно. Вот. И, желаю вам всего самого доброго, удачи, не обесценивайте, пожалуйста, себя и свои чувства. Спасибо.